Приветствую вас, интернациональная аудитория, приветствую вас, мастера и заказчики. И сейчас мы покажем, как мы будем снимать укрепления, которые мы же ставили для того, чтобы дом не рухнул раньше времени. То есть, металлические ламы, металлические уголки, все это тяжелый металл, надо осторожно, чтобы не привалило никого, не присыпало. Поэтому все это аккуратненько, насколько возможно, раскрутим. А где невозможно снять, необходимо будет обрезать болгаркой и все крепления, которые вокруг дома, снять. И потом разобрать до основания те части, которые более хрупкие. Как показывает уже на сегодняшний день опыт, дом очень сильно пошатнулся, при открытой крыше он переломился. Поэтому половину дома мы уберем полностью. Мы разберем фронтальную часть дома до основания. И то, как мы разобрали, по тому же фундаменту, по остаткам стен, по тем же размерам, мы начнем выгонять новые стены дома с ноля. С какими трудностями мы столкнулись при разборке стальных лам. На самом деле стальные ламы, они увесистые, очень тяжелые, надо, чтобы кто-то держал. Иногда не удержать, а еще вы видите, что мы работаем на высоте. Поэтому первое, осторожность. Второе, уголки перекошенные, уголки где-то осевшие. То есть, у нас есть уголки, и туда в тюточку заходит резьба. То есть, работать с ними можно, но когда уголки перекошенные, это начинает напрягать. Поэтому где-то применяли болгарочку, для того, чтобы полностью обрезать. Где-то применялась и кувалда, чтобы снять эти уголки. Такое укрепление дома используется в старинных зданиях, в русских регионах. Даже в самом Акрополе, на входе в Афинский Акрополь. Посмотрите, там есть такие же самые стянутые и скрученные болтами, которые держат каменные стены, чтобы не обрушились. Единственное, что если у нас простой металл, толстый металл, хороший металл, в Акрополе они там вообще поставили нержавеющий металл, который в солнечную погоду аж блестит. То, как мы укрепляли металлическими пластинами этот дом, вы можете посмотреть по ссылке ниже. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Зачем использовались деревяшки? Ну, забивали деревяшки для того, чтобы прикрутить раму или окна, или, допустим, дверные проемы. Вы видите, вот эту лицевую часть дома, она построена на землю, земля совместно с глиной, а другая сторона вообще положена на песчаную почву. Про раствор, на который сложен дом, я подробно рассказывал в предыдущих видео. Там положено на разную почву. Что у вас под ногами, то и берите. Со всего можно строить. Самое главное, чтобы был хороший расклин. Дом стоит за счет правильной каменной кладки, за счет расклина, за счет нарушенного расклина, за счет внутреннего расклина. Любой камень можно положить без обработки. Самое главное, чтобы человек видел картинку, что с этого получится, как это все будет смотреться. Единственное, что в этом проекте хорошо обработано, более-менее, это угловые камни, оконные проемы, ну и разные фрагменты, детали. Все остальное, видите, сделано с того камня, который находился на огороде, который под руками был. Мастера сумели это все превратить в такое искусство. Да, это искусство, именно строить камни, который не обработанный. Не каждый мастер, который считает себя мастером, положит не обработанный камень. Я вот иногда смотрю, как теперешние мастера кладут камни, и думаешь, тот камень бы и я туда не поставил, а вот этот камень бы я в забутовку не положил. Я всегда, когда работаю, у меня всегда камни, которые как плитки, или просто камни, которые с лицом, маленькие, разные. Я их всегда оставляю, для того случая, когда у меня они необходимы будут. Просто вот так в забутовку я не положу нормальный камень. Нужно быть внимательным к той работе, которую я делаю. Нужно всегда размышлять над той работой, которую ты делаешь. И на самом деле это интересная работа. Каждому нормальному человеку Бог дает такую возможность изучить, прежде чем ему дать что-то большее. Вот мы разбирали вот эту каменную кладку. Нашли, что-то не нашли. Ну, иногда ящерицы ползают, бегают. Очень много корней, которые именно в кладке были. Мы их все повырвали, порасчищали. То есть, корни, конечно, сильно переплетают между камнями. Ну, серьезных находок никаких не было. Ну, там, может, Женя какую-то монетку нашел. Вот, один раз, потом второй раз. Но у него это уже внутри профессионально. Он не может работать, чтобы ничего не найти. Это, конечно, надо уметь. Ну, а так, чтобы что-то серьезное, ну, нет. Вот здесь. Тайничок? Да, в углу был. Вчера, ну, пустой, правда. В смысле, вот так вот, как ниша в стене, да? Или как он? Значит, мы работали вот так же. Сверху. Потом снимаем камушка. Плоскенькие такие камушки. И четко просматривается этот. Тайничок. Вот где-то вот такой вот. Угу. Дальше я здесь потом с этой же стороны вот так. Раз, камушка вытащил. Вытаскивали камень и обратно встали. Ну, посмотрел. Что-то, может, что-то в земле. Ничего. Тишина. Тишина. Все уже давно выгребли. Да, да, да. Современная архитектура верит в бетон, но не верит в камень, который стоит, ну, бесконечно, можно сказать. Архитектурные проекты созданы именно так, чтобы был армопояс, но я не понимаю, почему архитектура, современная, не доверяет камню. Если каменный дом на глине, двухэтажный, без фундамента, простоял сотни лет. Почему этот дом, сложенный на цементный раствор с фундаментом? Еще необходимо сделать архитектурные пояса. Один перед потолком первого этажа, второй перед потолком второго этажа. Плюс идет плита перекрытия бетонная. Я думаю, что в этом случае самое главное, чтобы была верхняя плита перекрытия, которая будет стягивать полностью весь дом. Ведь дом, на самом деле, не гниет со средины. Он гниет, как и человеческое общество с головы. То есть сверху, когда на него капает вода, разрушается, попадает внутрь вода, или, допустим, в морозных странах попадает вода вовнутрь, и она зимой замерзает, и выпучивает, так сказать, камень. В данный момент я немножко не догоняю. Короче, залили мы армопояс, сделали, как велит нам архитектурный проект. В скором времени вы посмотрите. Здесь мы закидываем хайлики, которые у нас остаются, вычищаем с дома. Вот они сюда, остановятся аккуратненько. Засыпем, чтобы жесткая поверхность, чтобы и вода протекала, и дренажная система, и все. Ну и вот таким образом мы выровняем площадку. Здесь у нас будут камни. Возможно, будем обрабатывать камень на этот дом немножко. То, как положены были камни, то как сделанный дом. Так сейчас мало кто строит, и мало кто умеет. Потому что во всех, во всех, в основном, мозги настроены на деньги, и там на квадратике, вот как кирпичик. Вот я кирпичик положил, вот посмотри, какой я герой. А ты попробуй дикарь положить, без обработки, без ничего. И чтобы он стоял. И так положить, чтобы это еще века простояло. Эту работу только делают единицы. И даже в моей бригаде дикарем не каждый сможет работать. С бутового камня реально строить дома без обработки. В зависимости от того, что хочет заказчик. Если вот так разобраться, то и домам уже строить, на сухую выгнал, потом заштукатурил с левой, с правой стороны, с наружной и внутренней, и все. Плиту перекрытия закрыл, и у тебя дом. Не каждый камень имеет платформу. Вот посмотрите на этот камень. Мастер его может вот так поставить? Конечно, может. Но здесь, видите, совсем другую сторону. Это все нужно найти в следующий камень, который притыкается. Это как определенные замки. Посмотрите, видите? А с другой стороны, любой мастер может сказать, вот у меня так, но это же нормально, он там колечки поставил, подмастил, подрегулировал и поставил сверху камень. А то, что он так, можно сказать, что это нормальная ситуация. Потому что если дождь на улице, так моя вода утекает наружу, она не попадает вовнутрь. И здесь тоже своя правда, понимаете? То есть каждый камень, каждый камень, он по-своему хорош. Вот, допустим, вот этот, типа обработанный, да? Ну и где он обработанный? Смотрите, вот здесь есть нижняя платформа, но она идет совсем с другими неровностями. Его нужно уметь поставить, правильно поставить. Это как угловой камень, его можно на угол поставить. Ну, конечно, разные камни. Вот, смотрите, вот лицевая сторона была. Мастер его так ставит, и все, и он уже стоит. Но его нужно правильно подмастить, расклинить. Основная масса камней, она не обработанная. Почему вот эти все, как бы, камушки, расклин и много холик, вот вы обратите внимание, много мелких камней. Так уметь нужно работать. Работать из ничего, работать из того материала, который у вас под ногами. И, возможно, вот эти камни, они даже найдены вот здесь где-то, его никто не привозил, вот здесь где-то откопали, раскололи или даже с гор пособирали, и все. И из этого получаются красивые дома. Посмотрите, вот все те материалы, которые существуют в этом доме. Это мелкие камушки, это глина, это большие камни, перемыкающие мелкими камнями. Это большой камушек, глина, это маленький, большой, глина. Все это перемешано. То есть, это определенный состав, но его нужно уметь мастер сбалансировать. Если мастер умеет сбалансировать камень, значит все дома у него будут хорошо получаться. Смотрите, натуральная глина, самая натуральная глина, самая простая глина. Вот она, красавица, глина. Ее если размочить, она будет яркой. А вот здесь, смотрите, вообще идет песчаная почва, совместно с землей. Это тоже неплохо. Видите, простая почва, простая пыль, и все это стоит долго и хорошо. Если бы был потолок в этом доме, это бы стояло очень и очень долго еще. Это сто процентно мы вот этот кусок убираем. Она наклонена, то есть сам дом пошел. Но если учитывая, что здесь не было, под низом твердой почвы, а просто насыпной грунт вместе с камнями, то, конечно, он дал осадку, потому что крыши нет, вода попадала, и все. Поэтому мы сейчас будем делать, насколько возможно, чтобы это было правильно. Чтобы это было правильно, то есть, фундамент залили, и будем выгонять на старый фундамент, как бы, на старый фундамент, и уже по-новому сегодня выкладывать. В прошлом видео я уже говорил, по которым критериям должен оцениваться дом. Теперь я немножко повторюсь. Во-первых, это трещины. На сегодняшний день мы видим, что дом разломанный. Второе, рыхлость глины в середине. Когда разбираешь, убираем всяческую пустоту, которая в середине, потому что дом разломанный, это чревато для дома. И смотреть, чтобы дом не давал дальнейшую усадку. Но так как у нас бетон вокруг дома, вы видели в предыдущих видео, то есть, он уже не сможет давать частями осадку. Если он будет какую-то осадку и делать, то будет целый дом оседать. Весь ориентир на целостность каменной кладки. Видите, прямо трещина такая. Ну и то, в данном случае, с левой стороны, с правой стороны, камень залить бетоном, сшить, связать, это будет стоять. Но вот смотрите, вот здесь тоже есть трещина, но она уже не такая значительная. То есть, здесь мы можем еще подумать, что над этим делать. Посоветоваться, скажем, с архитектором, но здесь вот этот кусочек, этот кусок, желательно весь убрать до низу, потому что он, во-первых, наклонен, потерял свой, так сказать, баланс в этом доме. Поэтому, вот эту часть, вот эту часть полностью, нам необходимо убрать. Здесь мы еще посмотрим. Мы эту тоже исследуем, поставим уровень, посмотрим, и потом уже будем решать, убирать ее или не убирать. и потом уже не зацикливаться. Мы полностью разобрали фронтальную часть дома, заднюю часть дома оставили, так как она нормально стоит, она в хорошем состоянии. В следующем видео мы покажем, как необходимо сделать разметку, завести углы, совместить со старым домом, новую постройку. Смотрите наше следующее видео, подписывайтесь, ставьте лайк, заходите к нам на сайт, там много уроков по камню. Я думаю, что любой человек, который имеет азарт и страсть к камню, если он просто его возьмет и пересмотрит все видосики, он без затруднения станет и будет работать с камнем. Стройте из камня, мастера, зарабатывайте.